И сейчас пришло время нашей постоянной рубрики «Я история». Сегодня в кадре «Загородный сад». За романовской заставой, что с конца 18 века находилась на Дворянской улице, ныне проспект Октября, начинался Романово-Борисоглебский тракт. Караульные круглые сутки контролировали въезд и выезд из города, тщательно проверяли документы, записывая в особую книгу всех убывающих и прибывающих. Эти данные ежедневно печатались в отдельных столбцах местных газет. На всех четырех ярославских заставах имелись описания государственных уголовных преступников, а внешне неблагонадежных граждан вообще могли не пустить в город. На рубеже 18-19 веков за романовской заставой, при создании за городским валом комплекса богоугодных заведений приказа презрения ближнего, власти разбили загородный сад. Приказ презрения был организацией весьма и весьма уважаемой и находился в ведении МВД и Сената. В провинциальных городах председателем приказа был губернатор. В состав входили представители всех сословий, дворяне, разночинцы, купцы и даже государственные крестьяне. Приказ презрения ближнего патронировал образовательные, медицинские и благотворительные учреждения, коих было множество, осуществляя свою деятельность под девизом «милосердие и добродетельность». В комплекс загородного сада вошли земская больница, приют работного дома и большой сад для отдыха горожан. В первой половине XIX века в загородном саду были построены беседки, открытые веранды, предусмотрены и места для пикников. Здесь устраивались балы для ярославского дворянства с гуляниями и увеселениями. Но во второй половине столетия развлечения были перенесены в Полушкину рощу, еще одно популярное место в отдыха горожан. Комплекс богоугодных заведений с садом власти отдали в ведении земской больницы, ныне известной как больница имени Соловьева. А в самом начале XX века сад был передан в школе садоводства, где выращивались редкие сорта цветов. До 30-х годов в приземской больнице находилась Александровская церковь, где проводились молебны и отпевания умерших. Это красное здание на территории Соловьевки – все, что осталось от старого православного храма. Уже после революции 1917 года, в 20-х, загородный сад был включен в городскую черту, но до наших дней сохранил свое старое название. Город разрастался, и заставы, честно отслужившие Ярославлю, стали не нужны. Столбы, увенчанные двуглавыми орлами, по понятным причинам снесли, а в 50-х годах XX столетия на карте появилась новая городская улица – загородный сад.